Здравствуйте! Меня зовут Елена. Вы находитесь на канале Сортовые Пеларгонии. Нахожусь в подъезде моего дома. Уже на моем канале есть видео, которое называется Остров погибших кораблей. Я решила снять продолжение ролика на актуальную тему об обрезке пеларгоний. Плюсы и минусы. Размышления на эту тему. Посмотрите, пожалуйста. Ничего не изменилось. Я уже показывала в прошлом ролике, в последнем ролике на моем канале. Вот эту вот всю ситуацию, которая, на мой взгляд, выглядит ужасно. Я хочу более детально поговорить о причинах того, что произошло. Это пеларгоний моей соседки, которые стояли на балконе весной, летом, осенью прекрасно цвели и радовали глаз. Ну вот после обрезки, сами можете видеть результат, они погибли. Продолжу съемку уже дома. Посмотрите, пожалуйста, на эту красавицу. Возможно, вы узнали этот сорт. Он называется Golden Anniversary. Видео про эту прелестницу уже есть на моем канале. Оно называется Открытие сезона. Эта пеларгония мне нравится больше других. Не хочу не обидеть другие сорта. Есть много достойных, прекрасных сортов. Но для меня почему-то это именно так. Если хотите узнать, почему, посмотрите, пожалуйста, мое видео про Golden Anniversary. Ссылку я сброшу в описании. Моя умничка поздравила меня и с Новым Годом, и с Рождеством своим цветением. Да, цветочки стали мельче, их меньше в соцветии. Но все-таки она цветет. И очень красивый, сочный цвет. Камера не передает. Есть немного розового оттенка в ее окрасе. Как вы можете видеть, это крапчатая пеларгония с золотистыми листьями. Сейчас цветет немного сортов. Я хочу сказать, что на арене все те же. Все те же любители цвести бесконечно. В общем-то, зимой цветение не такое красивое, как теплое время года. И цветочки мельче. Поэтому, в общем-то, показывать особенно нечего. Но сегодня я покажу еще один цветущий сорт. И ожидаю в ближайшее время цветения одной мини-пеларгонии. Пускай это будет для вас приятным сюрпризом. Но вернемся к обрезке. Я насчитала 3 за обрезку и 7 аргументов против обрезки. А теперь остановимся подробнее. Первое. За получение компактных кустиков на множество веточек, которые в потенциале все зацветут. И вы получите более обильное цветение. Когда у вас много растений, то они размещены на подоконниках и под лампами более плотно. И некоторые из них соприкасаются друг с другом. Из-за чего бывает так, что во время полива ветви не вовремя обламываются. Из-за того, что ветви переплетаются разных пеларгоний, полив затрудняется. То есть приходится тратить большее количество времени на то, чтобы аккуратненько полить все растения. Таким образом, обрезка упрощает размещение пеларгоний на зимовке. А также сокращает время на полив этих растений. И ещё, если ваши растения находились в тёплое время на улице или росли в теплице, то на зимовку приходится заносить на окна или под лампы. И, соответственно, крупномерные, стандартные растения трудно разместить, потому что бывают, вырастают такие кусты, что может занимать половину подоконника. Поэтому возникает проблема с размещением. И, конечно же, обрезка решает эту проблему. Вот такие три аргумента за обрезку пеларгоний. А теперь рассмотрим восемь отрицательных моментов при обрезке пеларгоний. Осенью и зимой наша главная задача – это сохранить наше растение. А они находятся в стрессе из-за смены сезона и нехватки света. Ведь пеларгоний – очень солнцелюбивое растение. Таким образом, если мы проведем осеннюю обрезку, наши растения и так находятся в стрессе. А после обрезки некоторые сорта и растения могут погибнуть. Погибнуть из-за того, что осталось недостаточное количество листьев или малый размер стеблей. Что и произошло с пеларгониями моей соседки, которые я показывала в начале ролика. То есть я считаю, что она оставила мало стеблей и вообще практически не оставила листья. Что было губительно для этих растений. Куротко поговорим о том, что стволы и листья являются органами растения, которые выполняют различные функции. Что же выполняют листья? Листья участвуют в фотосинтезе, транспирации и газообмене. Фотосинтез – это сложное многоэтапное преобразование солнечной энергии. Газообмен – это поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа. И третье – транспирация – это движение жидкости по растению и испарение влаги с листьев. Таким образом, листья нужны для дыхания, испарения, накопления влаги и питательных веществ и других важных функций. Теперь же поговорим, для чего нужны стебли. Стебли внутри на разрезе имеют сложную структуру и выполняют функции запасающую, транспортную и опорную. Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что после обрезки наши растения, конечно же, страдают. И чем большее количество листьев и стволов мы срезаем во время обрезки, тем больше стресс для обрезанных растений. Если у вас немало растений, то вы сталкивались со следующим негативным моментом, который может возникнуть после обрезки. Некоторые растения после обрезки выглядят очень болезненно, стоят без движения и медленно обрастают. Обычно это относится к сортам мини или карликам. Со стандартами в плане обрезки гораздо проще. Какой же конкретно сорт очень плохо обрастает, я могу назвать вот так быстро. По памяти Лаурен Александру. Видео про этот сорт уже тоже есть на моем канале. Если вы не видели, посмотрите, пожалуйста. Ссылку я спрошу в описании на этот ролик про Лаурен Александру. Стандарты изначально растения с более сильным здоровьем. И они, конечно же, гораздо больше, чем мини-карлики по размеру. И, соответственно, накопили больше питательных веществ. И, соответственно, они менее болезненно переносят обрезку. Я даже не припоминаю ни одного случая, когда бы стандарты страдали после обрезки. Перед вами малышка Лалет. Получила этот черенок весной. Получилось так, что он был очень вытянутый. И я для улучшения эстетического вида пришла к выводу, что его нужно обрезать. И вот эта Лалет стояла где-то с апреля месяца после обрезки до ноября месяца. Она стояла практически в ступоре, без движения. И вот до сих пор получилось так, что ее цветение я не видела. Но осенью, когда закончилась жара, где-то вот сентябрь, октябрь, она наконец-то тронулась в рост. Начала активно расти, развиваться. Сейчас я вам покажу ее корневую. Вот такая у нее корневая. Но я не тороплюсь пересаживать. Осенью, зимой, я думаю, что до весны она у меня побудет в этом стаканчике. А потом уже, конечно же, ее нужно будет пересадить в маленький горшочек. Вот так, посмотрите. Вот там я снимала черенок. Соответственно, растение набрало уже большое количество листьев, нарастило пару стволов, но еще до сих пор не цвело. То есть растение уже практически год, а цветение я не видела. Конечно же, обрезка задерживает цветение. И это третий аргумент против обрезки. Если вы очень хотите увидеть цветение вашего растения, может быть, нового растения, то вам не стоит его обрезать. Говорят, что малый шкалолет очень любит свистеть. Но видите, у меня с ней получилась такая вот история. Вот, посмотрите. Черенок был очень неэстетичный. Он все время заваливался, потому что расстояние между пазухами было очень большое. То есть опять-таки. Этот черенок снимали с вытянутой ветки. Из-за этого он имел не очень эстетичный вид. Вот такая корневая сейчас у моей лалет. Однозначно, она находится под лампами. Под лампами выглядит хорошо. Вообще сорта с темно-зелеными листьями, как правило, я не припоминаю ни одного исключения, они замечательно зимуют. Миниатюрная пеларгония лалет. Надеюсь, приблизится уже скоро весна, и, соответственно, я увижу цветение этого сорта. Очень хочется, побыстрее бы. Если вы производили осеннюю обрезку пеларгоний, то у них вырастают длинные, тонкие, слабые, неэстетичные стебли. И потом, когда весной вы снимаете черенки, то эти черенки выглядят менее эстетично и являются более слабенькими по своему здоровью. А это значит то, что они могут погибнуть с большей вероятностью. Наверняка вы видели или покупали сами зимой в начале весны такие черенки с длинными, тонкими, слабенькими стволами, которые нередко выпадают, потому что в этих стволах накоплено меньшее количество питательных веществ, и они являются более слабыми растениями. Пятый аргумент против обрезки. Если была осенняя обрезка, растение нужно обеспечить ярким светом. Если света мало, то солнцелюбивые пеларгонии после обрезки могут погибнуть из-за нехватки света. Поэтому в идеале, конечно, нужна подсветка или досветка, в общем, дополнительное искусственное освещение. Сейчас у меня цветет мадам Бавари. Темно-красные цветы. Обычно камера не передает такие темные оттенки красного. Искажает. У нее три соцветия. Вот это вот отцветает. Это распускается. И еще одно уже распустилось. Третье соцветие. И четвертое вот-вот распустится. Тоже большая любительница цвести. В этом году меня радует бесконечно своим цветением. Немного ей жарковато. К сожалению, когда большое количество растений, не всех можешь разместить так, чтобы всем растениям все нравилось. Под лампой она подсушивает края листьев. Шестой аргумент против обрезки – это то, что обрезанное растение легче залить. Уменьшилось количество листьев и, соответственно, количество испаряемой влаги. Поэтому нужно быть очень аккуратным, осторожным в поливе обрезанных растений. Еще в моей практике было несколько таких случаев, что осенью после снятия одного черенка какие-то пеларгонии погибали. Не говоря уже об обрезке более объемной. Так что обратите внимание, если нет необходимости, то лучше не снимать черенки осенью, потому что некоторые особо капризные или слабенькие по здоровью сорта могут погибнуть даже после снятия одного черенка. Восьмой аргумент против осенней обрезки – это то, что растения осенью получаются более ослабленные, большее количество выпадов при укоренении. Также осенью и зимой сложнее продать укоренившиеся черенки. Но тут сказывается сезонность по той причине, что бывает погода не соответствует пересылке растений. И бывали такие случаи в моей практике, что месяц я не могла получить купленное растение, потому что погода была опасная для пересылки, потому что при минусовой температуре естественно пеларгонии пересылать нельзя во избежание их гибели. Ну и, конечно же, осенние черенки получаются менее эстетичные. И тут ничего невозможно сделать, потому что такие законы природы. Осенью пеларгонии более слабые и страдают. Я знаю, что некоторые обрезают уже в январе, но я считаю, ещё рано обрезать. Есть такая пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Вот это вот как раз про обрезку пеларгонии в том числе. «Осенью я ни разу не обрезала свои пеларгонии, только снимала черенки». И, в общем-то, к осенней обрезке нужно относиться очень осторожно, учитывая всё вышеизложенное мной в этом ролике. Весенняя обрезка более щадящая. Растения чувствуют весну и начинают более активно развиваться, идти в рост, начинают цвести. Я считаю, именно в этот период, когда уже растение тронулось в рост, можно приступить к весенней обрезке. Когда и как обрезать ваши пеларгонии, вы решайте сами. Надеюсь, мои советы, мои размышления на тему обрезки вам будут полезны. Наверное, я запишу ещё третий ролик об обрезке. Чтобы не растягивать по размеру, я расскажу о той ситуации, которая у меня была около года тому назад, почему погибли некоторые мои растения, то есть более подробный анализ произведу, чем в первом ролике про обрезку. В конце немного позитива. В моей практике встречалось пару случаев, когда приходилось обрезать растения, причём так, что они оставались без листьев. И вот пару случаев было, что растения выживали, ещё и достаточно быстро обрастали. Так что желаю вам всем удачной весенней обрезки. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Уже на моём канале «Сортовые пиларгонии» 104 ролика. Планирую и дальше активно работать для вас, рассказывать вам интересную, важную информацию. На этом всё. Пока! До новых встреч! Всем здоровья и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok